Приветствую вас, дорогая Церковь! Откройте со мной, пожалуйста, послание к евреям. Мы будем читать из самой последней главы. 13 глава, 11-12 стихи. Автор этого послания подводит итог к тому, что он говорил о важности, что Новый Завет, что Господь исполнил все эти ветхозаветные пророчества и установил новое священство. И вот в этих стихах, которые мы будем читать, мы увидим, как он аннулировал всю нужду исполнять закон по Старому Завету. И вот давайте мы прочитаем и порассуждаем о этих важных стихах 11-12. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносятся первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат». В этих двух стихах мы видим параллель, который очень важный. Они совершенно разные друг от друга события, но автор этого послания связал их вместе, потому что они говорят об одном и том же. Вот мы видим, они кончаются одинаково, сжигаются вне стана, и последний стих мы прочитали, «пострадал вне врат». И вот сегодня об этом моя тема. «Жертва вне стана». «Жертва вне стана». Мы видим, как здесь важно, что Иисус исполнил вот это пророчество даже, вот эту жертву, которую Он принес, Он исполнил до конца. И в этих стихах мы видим важный параллель, который мы постараемся открыть, вот за это рассуждение короткое об этих стихах. И нам также, чтобы понять эти стихи, нам нужно немножко знать о ветхозаветных жертвах, иначе эти стихи очень мало нам будут сегодня говорить. И мы увидим, как Иисус, Он исполнил все, и теперь нет нужды приносить какие-то жертвы, нет нужды даже вот этих обрядах, которые евреи продолжали тысячи лет, Иисус все исполнил. И мы особо посмотрим, как это связано с сегодняшним днем, который перед нами мы видим, вечеря Господня, воспоминания Его страдания, и это тоже нам поможет сегодня правильно участвовать. Две коротких мысли перед нашей молитвой. Первая – это о какой жертве здесь говорится. То есть, если мы посмотрим на жертву и не поймем, о чем здесь говорится, она нам много ни о чем не скажет. В книге Левит есть восемь жертв, о которых жертв или приношения, которые приносили люди в Ветхом Завете. Первых три, они не относятся к этой жертве, потому что одна из них была жертва возношения, другая – жертва потрясания, и другая – жертва возлияния. Это жертвы, которые здесь не подходят. Остается пять жертв, о которых, может быть, мы должны решить, какая из них, о какой жертве здесь говорится. Одна жертва – это была жертва всесожжения, которая с первого взгляда похожа, как будто бы это подходит. Но если мы знаем Ветхий Завет, мы понимаем, что жертва всесожжения, она сжигалась у алтаря, у жертвенника, а здесь мы видим, оно сгорело вне стана. Так что эта жертва не подходит. И автор этого послания, он тоже говорит, что он не объясняет эти детали, он понимает, что мы должны знать Ветхий Завет, потому что наша вера, она неотменно связана с Ветхим Заветом, и нам нужно понимать об этих жертвах даже. Другая жертва – это жертва приношения хлеба, и тоже здесь не подходит, потому что здесь говорится о животных, о крови. Тогда есть мирная жертва, которая также приносилась, как благодарность нашему Господу, но эта жертва, она не сгорала полностью, часть ее съедали, и эта тоже жертва не подходит, потому что здесь эта жертва полностью сгорала, здесь не оставалось ничего. Есть также жертва повинности за грех, но эта жертва тоже не совсем подходит, потому что это было между человеками, которые имели какую-то тяжбу, и один, который согрешил чем-то, он должен был возвестить пятую часть или 20%, и об этом тоже здесь не сказано. И остается только одна жертва, и это жертва за грех, жертва за грех, которую Иисус исполнил своей смертью. Жертва за грех – это была очень специфическая жертва, которая приносилась только раз в году. Это не было как жертва приношения или жертва всесожжения, которая часто приносилась, это было раз в году на день искупления. Иисус как раз исполнил это, в день, когда Он был распят, Он исполнил эту жертву. Это жертва, которая приносилась на день Йом-Кипур, как мы тоже это знаем, этот праздник. Это был самый важный момент в истории израильского народа, но еще важнее, это был самый важный момент в истории, когда Иисус исполнил эту жертву. Здесь вот мы видим в 12 стихе, за кого эта жертва была принесена. Иногда жертва приносилась за первосвященника, но иногда за народ. Здесь в 12 стихе очень четко сказано, то Иисус, дабы осветить кого? Первосвященника? Людей, дабы осветить нас с вами, Он пострадал. Он пострадал вне врат. Это была жертва, давайте теперь вспомним, это жертва за грех, это была жертва на день искупления и для народа. Это не было для первосвященника. Это говорит о том, что Иисус не имел никакой нужды для того, чтобы для него приносилась жертва. Он никогда не согрешил, и Он отдал Себя добровольно в жертву, жертву за народ. И здесь также есть маленький нюанс еще, который, эта жертва еще разделяется на две части. Здесь было два козла, которые приносились. Один козел приносился, которого заколали, другого приносили, которого отпускали. Один козел отпущения, как называется, на него брали, первосвященник брал руки, обои руки возлагал на голову и как бы прообразно передавал грехи этого народа на них, на этого животного невинного и отводили в пустыню и отпускали. И как этот животный чувствовал себя радостным, что он чувствовал, вот-вот его можно было заколоть, но его отпускают. Это он помилованный. И даже в наше время, по-английски это называется scapegoat. И иногда даже настолько вошло в культуру, что говорят, когда что-то повезло кому-то и миновала какая-то беда или какое-то наказание, говорят, ты как scapegoat или ты козел отпущения, который ты не взял, на себе вину, тебя помиловали. Но об этом здесь не говорится. Здесь говорится о той жертве, которую заколали у алтаря, у этого жертвенника, но его там не сжигали. Его заколали, брали кровь, и в первое священие входило святое святых и кропил, как нужно было по закону. И потом это тело этого мертвого животного выносилось вне стана и там сжигалось. И вот это все мы видим для того, чтобы немножко оценить вот эти два стиха. Мы должны это понять. Если вот суммировать, мы еще раз видим, что это была жертва за грех в день искупления для народа, не для первого священника. И это был козел, которого заколали, и кровь сливалась, и потом мы видим, его сжигали. Вот пять этих таких нуансов этой жертвы, которые Иисус до конца исполнил. Но если мы читаем внимательно 11 стих, нам кажется немножко странно, почему такие слова? Так, как тела животных. Как это так? Тела животных, если это одно животное, которое заколалось, почему сказано «в множеством числе». Я думаю, автор этого послания показывает вот как бы то, что все, что происходило от самого Моисея, когда он передал Арону до того, как Иисус вошел в святилище, и до того, как он был заклон как невинный агнец, эти жертвы, они никогда не могли удовлетворить гнев Божий. Жертвы тела порядок полторы тысячи лет вот эта жертва приносилась, и она не могла удовлетворить гнев Божий. Она только временно покрывала, покрывала, и автор этого послания как бы говорит, что это не могло нас успокоить, не могло нам дать, не могло нас осветить, как жертва Иисуса Христа. Мы посмотрели коротко на вот, на саму жертву, о какой жертве здесь говорится. Второе, мы посмотрим, что мы можем знать о месте этой жертвы. Это тоже очень важно, и это как раз то, о чем я хотел больше поговорить сегодня с нами. Эта жертва, она происходила вне стана, вне врат. Мы понимаем, что когда не было Иерусалима, не было еще врат, не было стены, то это было вне стана. А когда построился храм, построился город, вокруг него были стены, тогда Иисуса вывели вне врат, и там его как бы образно принесли в жертву, как агнец невинный. Помните, как сказано даже в Матфея, что проходящие мимо на Голгофе, они насмехались над ним. Мы видим, что это место, это было то место, где люди видели. Это не было совсем отдаленное место от всех людей. Они специально выбрали такое место, где многие видели его, висящего на кресте, в позорном таком месте и умирал, в том месте, где выбрасывали как бы мертвых или как бы ненужное, в самом таком позорном месте, где сказано, что нечистый человек, который имел какую-то нечистоту, он выходил вне стана, его выгоняли из города или хоронили также мертвых вне Иерусалима. И как бы Иисус показывает, что Он взял наше проклятие на Себя, Он вышел вне стана. Я думаю, когда Пилат бил Иисуса, и евреи, наверное, переживали, хоть бы Иисус не умер в Иерусалиме, потому что Иисус был вот-вот при смерти, но они переживали, они не хотели осквернить свое святое место, чтобы Иисус там умер. Для них это очень важно было, чтобы Он умер вне Иерусалима. Представьте, как они надсмехались над святым и праведным, который пришел, никогда не согрешивший, и над Ним так поругались. Вот если даже прочитать следующий стих, он нам тоже говорит очень важную мысль, 13 стих. Итак, выйдем к Нему, к Иисусу, за стан, нося Его поругание. Этот стих нам говорит сегодня о том, что как Иисус, Он вышел из стана, чтобы принести искупление, так и мы, мы должны выйти из этой религиозной системы, вот как тогда автор писал этим людям, которые думали, что давайте мы возьмем Иисуса и прибавим еще религию, которая у нас была уже тысячи лет, неохота оставлять эту религию, она такая хорошая, как они считали. Но Иисус говорит, оставьте это, вы не можете иметь часть иудаизма и в то же самое время иметь Христа, это невозможно. Одно или другое, вы должны сделать решение, выйдем с Ним, и Он нас сегодня призывает, выйдем с Иисусом застан, то есть отделимся от того, что как бы личной религии мы иногда даже думаем, что мы что-то сами можем сделать, отделимся от этого мышления, что мы сами можем прибавить к своему спасению, и отделимся от этого мира, и выйдем с Ним, и будем поносить его поругания. И это как раз и связано с тем, что мы сегодня вспоминаем, вот как бы имеем часть с Иисусом, который понес на себе. Мы никогда не можем понести грех за себя, потому что Иисус уже взял его за нас. Но мы можем сегодня, вот вспоминая хлеб и вино, мы можем почувствовать то, что Господь переживал, и ценить наше искупление. В этой жертве также сказано, что она сжигалась полностью огнем, то мы можем подумать, как это так, если Иисус не сгорел огнем, его повесили на крест, как он исполнил эту жертву? Жертва сжигалась вне стана. Дорогие мои братья и сестры, я хотел такую мысль нам сегодня сказать, что огонь, который испытал Иисус Христос, гораздо сильнее, чем тот огонь, который сжигал просто плоть животного. Господь, Он перенес огонь гнева нашего Господа, Он перенес огонь, от которого буквально в смысле Он умер на кресте, когда грех всего мира был возложен на Него, и Он от этого огня сгорел внутри и умер, братья и сестры. Он претерпел мой и твой грех на себе, из-за этого Он умер. Он стал это как жертва, жертва искупления, жертва за грех. Мы знаем, что Слово говорит без пролития крови не бывает прощения. Кровь Иисуса не в буквальном смысле кропилась до неба, но она достаточно была, чтобы удовлетворить гнев Божий, потому что Иисус, Он полностью взял на Себя наши грехи. Но к стыду народа израильского они продолжали вот эту жертву приносить еще порядок 30 лет с лишним после того, как Иисус ее уже исполнил. Они брали этого животного, заколали их, шли опять, кропили кровью, когда Иисус уже в совершенстве все исполнил до того, когда храм не был разрушен в 70-м году. Они продолжали это делать, но Господь уже все исполнил. И в заключение, братья и сестры, я хотел одну мысль сказать, что в этих стихах апостол еще говорит о том, что люди продолжали переживать даже за такие вещи, как закон о пище. Вот если мы читаем несколько стихов выше, здесь говорится о том, что хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами. Яствами – это, может, старое слово, которое говорит, как мясо, другие переводы, или пища, которую принимали. Евреи очень заботились о том, что чисто и нечисто. Почему Господь это сделал, дорогие мои? Господь отделил нечистое от чистого для того, только для одной причины, чтобы, когда совершилась жертва, чтобы показать, что только Иисус мог это исполнить. Когда Иисус исполнил эту жертву, тогда не было нужды уже считать, какую-то пищу чистой, а какую-то нечистой. Не было нужды отделять евреев от язычников, потому что своей жертвой Он примирил полностью весь мир. Не было нужды разделения этого. Дорогие мои, вот мы видим, что Господь, Он когда отдал Себя в жертву, Он полностью, эта жертва полностью сгоралась, не оставалось того, чего можно было съесть, как в других жертвах, они иногда ели. Иисус полностью отдал Своё тело на сожжение, на жертву, чтобы нас искупить. Он только оставил одну, вот мы видим этот стол, Он оставил для нас. Мы не физическое тело Его едим, потому что оно полностью было принесено в жертву, но мы едим хлебушек и вино пьём, который говорит нам о духовном цене искупления, о Его теле ломимом, которое мы вспоминаем. И мы вот видим, как это важно. И вот этот девятый стих тоже вот, я хотел, чтобы мы обратились к Господу с Ним в молитве, «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца». Не какими-то физическими вещами, не какими-то обрядами, но благодатью. И вот сегодня мы можем свои сердца укрепить молитвою. Вот сейчас мы склонимся, поблагодарим Господа за жертву искупления, за эту жертву, которую Он принёс за нас. Слава Ему за всё. Аминь. Аминь.